Всем привет! Меня зовут Антон. Меня зовут Александр. И мы хотели бы рассказать вам о своем проекте в фестивале Биверфест или Бобрятня в простонародье. Оба мы родом из небольшого городка в Мурманской области под названием Апатиты. Как в любом провинциальном городе, у нас не проходило никаких масштабных мероприятий. И поэтому около пяти лет назад с группой единомышленников мы собрались вместе и решили сделать что-то свое. Местом проведения мы выбрали участок леса на берегу озера у подножия Хибинских гор. Мы строили самодельные плоты, плавали на них, стреляли из самодельных катапульт, соревновались друг с другом в различных северных суровых единоборствах, а по вечерам собирались у костра и играли музыку. Год за годом наш проект рос, в нашу команду вливались новые творческие люди, художники, музыканты, инженеры, декораторы. И в какой-то момент мы превратились в самобытный фестиваль со своей собственной историей и порядками. Мы построили большую сцену с музыкальным оборудованием, чтобы могли играть музыкальные группы. Мы строили французскую катапульту Трибушет, строили римскую баллисту, вигвам, таверну и плавсредство всех цветов и расцветок. По аналогии с современными компьютерными играми мы ввели систему достижений или так называемых ачивок, например, собери 10 грибов или переверни 5 человек, брось кого-нибудь в озеро, чтобы жизнь на Бобрятне была еще более интересной и веселой. Фестиваль проводится юбилейный, пятый раз. Вас ожидает множество нововведений, такие как средневековый тир, где вы сможете пострелять из баллисты, лука, арбалета, рогатки. Или прощи. Или прощи. Дневные мероприятия, многоборья, курсы по выживанию в суровых северных лесах, естественно, с элементами черного юмора. Для любителей походов мы организуем экскурсии в горы, юмористические семинары по краеведению и многое другое. Не обойдется наш фестиваль и без музыкальных вечеров. Три ярких вечера. Бодрый панк-рок, танцевальная электроника и спокойная акустическая программа. Задумок все больше. И, к сожалению, наших зарплат уже не хватает для того, чтобы все это реализовать. И поэтому мы хотели бы обратиться за помощью к вам. Для того, чтобы дать жизнь фестивалю в этом году, нам необходимо собрать 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей? 120 тысяч рублей. 120 тысяч рублей. И ввиду того, что мы не первый раз и не первый год занимаемся этим фестивалем, мы четко создаем, на что пойдет каждый вложенный вами рубль. Например, нам необходимо будет закупить большое количество древесины. Бревна, доски и дрова для участников. Несмотря на то, что фестиваль находится в лесу, мы очень трепетно относимся к экологии нашего родного края и никогда не рубим деревья. Вторая статья расходов – это аренда музыкального оборудования, которое в наших краях найти порой бывает очень непросто. Также необходимо оплачивать дорогу всем музыкантам, которые будут приезжать и выступать у нас. Ведь далеко не у всех есть возможность добраться до нас самостоятельно. И последнее – это организация транспорта, для того, чтобы все участники и музыканты могли беспрепятственно добраться от авто или железнодорожного вокзала до места проведения в лесу. Будет полезна любая помощь. Мы будем признательны вам за каждый рубль. Рубль 50, 7,70, за тысячу или 100 тысяч рублей. Не важно. Для вас будут стараться наши художники. Они нарисуют отличные арты. Ткачи сошьют футболки и шапки. Если вам нравится то, чем мы занимаемся, вы можете купить билет и приехать. Если вас двое, мы подготовим для вас палатку со всем необходимым. Если вас больше, то мы подготовим целые поляны с кострищем и скамейками. А вам остается только приехать. Мы будем признательны, если вы расскажете о нашем проекте, фестивале Биверфест или Бобрятня своим друзьям и знакомым, любым удобным для вас способом. Этот фестиваль вовсе не так далеко, как вам кажется. До нас летают самолеты, ходят поезда, ездят автомобили. Этот красивейший уголок нашей страны, заполярная природа, запомнится вам надолго. А мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы вы не скучали. С вами были Александр и Антон. Надеюсь, увидимся. До встречи.